Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я объясню, мне зовут Галина, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости из официальных источников, которые происходят у нас здесь в стране. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Спасибо за внимание, так что давайте приступим. Итак, главные свежие новости в стране, которые у нас сейчас происходят, что обсуждается последние несколько дней и на мировых, конечно же, площадках СМИ, но и в самой Турции. Мнения разделились, некоторые лютуют, некоторые победоносно радуются, но суть такая, что парламент Турции одобрил заявку вступления в НАТО Швеции. В свою очередь парламент отправил подписанные свои голоса результаты президенту, а он в течение 48 часов, не воспользовавшись возможностью в две недели, в течение двух недель он должен был отреагировать. Он буквально на следующий день уже издал приказ о том, что он подписывает документ и Швеция вступает в НАТО. В данный момент последнее слово осталось НАТО за Венгрией. Она должна одобрить. В свою очередь ответный жест. Байден отправил письмо в Конгресс США о просьбе для того, чтобы они разрешили поставлять F-16 истребителей Турции, которые когда-то были подксанционными и вообще конфликт очень большой с этой историей был. Как говорится, услуга за услугу. Что же здесь в стране, как отреагировали люди? Это очень обсуждаемая огромная тема на уровне муниципальных выборов и разборов, которые предвыборная кампания идет перед окончанием марта 2024 года. Оппозиция, конечно же, сразу же разлетелись шаржи, когда предвыборная гонка, еще фактически год этого не прошел, но, можно сказать, год назад, были со стороны правящей партии президента разговоры о том, что вот JGP или Калыч Тарулу будет за вступление Швеции в НАТО. В свою очередь президент этого у нас не позволит, выбираете его и так далее. То есть, условно, шаржи были про то, что президентские обещания перед выборами нарушаются, но услуга за услугой это типичный турецкий менталитет. Продолжаются, конечно, внутриполитические стычки муниципалитета. Очень много всяких провокационных видео, вытаскивают видео старые обещания и фактов плохой работы муниципалитета Стамбула. В основном это про Стамбург, клубные города Стамбул и Измир. Больше про Стамбул, самая главная такая точка сейчас в данный момент, потому что мэр ведущий — это большая угроза на следующих политических выборах президентских. Кому-то что-то припоминают, какие-то видео, нарезки. Тут же с оппозиционной стороны закидываются видео сентиментальные, оправдания и подчеркивания по цифрам, по датам, что мы могли сделать и что мы по факту сделали. В общем, идет конкретная предвыборная борьба, как и предполагалось. Конечно же, все за этим наблюдают, набирают просмотры и видео, о которых я в прошлый раз вам говорила. Их все становится больше, когда блогеры или профессиональные журналисты на улицах сделают опросы, спрашивают общественное мнение, за кого вы отдадите свой голос и таким образом пытаются посмотреть статистику живую на улицах города. В принципе, понять, на чьей стороне будут больше всего голосов. Но пока о чем-то говорить очень рано, потому что у нас есть целых полных два месяца до этих мероприятий, два с половиной даже месяца. То есть мнения еще очень сильно могут поменяться. Я больше скажу о запущенных таких роликах, в притягивании вот этого дела и борьбы будет еще очень много, и поэтому очень сильно может повлиять на мнение людей. Так что пока что мы не можем еще рано о чем-то говорить, предугадать, какие будут результаты. Закончим историю по поводу тел, найденных на побережье Егейского моря, на побережье Анталийском. Что это вообще такое? Да, когда нас вышло видео в тот же вечер, этого же дня, посольство Ливана в Анкаре заявили о том, что 11 декабря от них отошла лодка, и на ней было 90 пассажиров. И в течение нескольких дней лодка потеряла вообще связь с берегом и вообще ушла с радаров, они ее потеряли с 11 декабря. А тела, скажем так, находить начали в середине января под конец. То есть фактически полтора месяца прошло. Тела, которые находили, их все больше и больше. Снова находки такие есть, буквально из последних на острове Кос. Это было тело одного сирийского гражданина, одного гражданина Турции. Из всех вот этих тел, которые нашли, их уже больше десятка на берегах Анталии, по ДНК-тесту опознали девушку, 18-летнюю гражданку Турции, которую папа потерял в 4 января. Она ушла из дома, она ушла гулять, она была на водопаде в Анталии, после этого пропала. Из вот этих вот тел всех, которые были прибиты к берегу, там была установлена генетическая экспертиза ее тела и отдали ее на захоронение родственникам. Всех остальных это все неизвестные, скажем так, люди. Если вы помните, ранее мы рассказывали вам о сериале «Красные бутоны», о скандале, который с ним связан, о том, что их третью серию запретили выпускать на телеканале Fox. Это новый сериал, выпустили буквально две серии. И немножко кратко введу в ход дела. Были большие скандалы, около 30, даже больше 30 тысяч жалоб поступило на этот сериал, о том, что там, скажем так, недостойным образом, недостоверно рассказывается жизнь религиозной части населения в стране. И были просьбы запретить данный сериал. В свою очередь государство внесло цензуру, наложили штраф огромный на производителей этого сериала. Штраф в виде 9 миллионов лир, это почти 300 тысяч долларов, за нарушение национальных моральных ценностей общества. Сделали предписание, его запретили к показу, запретили его вещание от того, что уже отсняли. В свою очередь актеры вышли в забастовку, но не только те, которые участвовали в этом сериале, вы его причастны к его изготовлению, какие-то деятели, скажем так, сцены, актеры и весь персонал, который создает сериал. Актриса Эджи Диздар, она и как бы главная в этом профсоюзе оргогены составляющих правления Союза актеров, она сделала заявление, и профсоюз вышел с лозунгом из плаката «Мне цензуры, свободное кино против цензуры», и хочу зачитать ее цитату заявления официально на эту тему. «Существование всех творческих сфер находится под угрозой в нашей стране, пытаются создать атмосферу страха, последствиям цензуры, с которыми мы сталкиваемся. Деятели искусства и кино сталкиваются с наказанием, расследованиями, угрозами, запугиванием, унижениями и физическими словесными нападками, криминализацией и маргинализацией профессии и их самих», заявила актриса. Из курьезных таких новостей один житель Турции заявил в полицию о заложенной бомбе в банке. Приехала бригада саперов, полицейских, скорой, в общем, начали обыскивать это отделение банка, ничего не нашли, в итоге телефонного хулигана задержали, а им оказался участник очереди, который стоял в очереди в этот банк, и ему это не очень понравилось, он терял свое время, он решил таким образом разгрузить работу банка, чтобы кто-то там, например, перестал ждать, ушел и так далее, очередь продвинулась быстрее, ну, собственно, ему будет административное наказание, штраф и телефонного хулигана задержали. Турецкие виолинии на внутренних рейсах выпускают, если так можно выразиться, запускают новую функцию. Безлимитный интернет будет стоить 350 турецких лир и безлимитные смс-ки на соцсети, ну, например, ватсапом, вайбером пользуйтесь, если только смс-ки, не звонки и видео не загружаете, это 150 лир, а если вы хотите при этом звонить, общаться, полный безлимит интернет, 350 турецких лир. Довольно-таки удобно, я знаю, что на турецких авиалиниях, ну, например, вот с последней поездки в Китай, в Гонконг, был безлимитный интернет на международных рейсах, скажу сразу, но очень медленно работает, видео загружается довольно-таки медленно, ну, по крайней мере, такая проблема была, но на международных рейсах в некоторых направлениях это уже есть, вот теперь внутренние рейсы в стране, ну, это удобно, мне нравится, что есть такое право выбора, если ты хочешь, доплати, потому что сумма не очень большая, приемлемая, оплата, кстати, возможно по карточке во время полета, ну, в общем, короче, удобно. Если кто-то уже пробовал во внутренних перелетах, это напишите в комментариях, очень интересно. Буквально один день назад в Малатии было землетрясение 5,2 балла, люди очень перепугались, разрушений, пострадавших не было. Буквально сегодня утром, ранним утром в 8.20 утра было землетрясение в Эгейском море, больше это почувствовалось прямо возле Кушадосы, это возле Измира курортная зона, эти толчки слышались и в Измире ощущения были, супер-мега-паники это не вызвал, плюс еще выходной день в субботу многие спали и как бы не почувствовали, тоже там было больше 5 баллов, это такое серьезное, ощутимое землетрясение. И, кстати, наш любимый аналитик и ученый по поводу сейсмиактивности, геолог, он заявил о том, что вот это сегодня утреннее землетрясение в Эгейском море будет еще афтершоке ощущаться в течение двух последующих недель, конечно, баллами помельче. Вчера Турцию посетил Дэвид Кэмерон, он встречался сначала с мистром иностранных дел Хаканом Фиданом, затем с президентом Эрдоганом, обсуждали стандартные стратегии общения, они обсуждали рамки НАТО, когда уже подписан был статут Швеции вступления в НАТО, это уже было после этой новости, конечно же обсуждали взаимодействие Великобритании и Турции в рамках НАТО этих соглашений по поводу военизирования и так далее. Курс доллара на данный момент 30 лир, примерно 28-30 курушей за 1 доллар продается. Подняли у нас опять процентную ставку до 45%, пока курс доллара удерживается. Это, естественно, нужно к муниципальным выборам в том числе, поэтому есть большие предположения, что после того, как выборы пройдут муниципально, то курс доллара подрастет. Прогнозы по инфляции международных, сразу скажу, не турецких, а международных экспертов экономики положительные на ближайший год, что инфляция будет стагнаться у нее на 50%, это, конечно, очень много, но не то, что было больше 100% прошлый год и позапрошлый. То есть экономическая небольшая стабилизация идет. Вот такие новости Турции на данный момент. Знаете, у меня есть мысль, я хочу снять видео отдельное разговорное. Если вам эта идея нравится, напишите в комментариях, поставьте лайк под видео, чтобы я поняла вашу реакцию. Видео на тему того, как сейчас, вот в данный момент живется в Турции, сколько сейчас здесь иностранцев, что с видами на жительство, с ценами в стране, и как вообще атмосфера здесь в плане жилья, какие перемены за последние несколько месяцев произошли. Подобное видео я в последний раз снимала осенью, где-то примерно в сентябре месяца. Если вам нужно подобное обновление, по ощущениям здесь, что здесь происходит, то ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за ваше внимание. В инфобоксе под видео ссылка на подписку в Телеграм-канале самых свежих новостей Турции. Жду вас там обязательно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте видео в соцсетях. Спасибо за реакцию. Скоро увидимся. Всем пока.